Всем привет ребята! Не так часто на канале выходят видео на тему Готики 3, но сегодня как раз таки тот самый случай. Хочу поговорить об одном хорошем моде, который постоянно обновляется, его имя Живые Города или Ливли Таун Модс. Особенностью мода является то, что когда вы освобождаете города от орков, в них появляются люди, но не ноунеймы, а именные персонажи, которые будут раздавать вам различные квесты, благодаря которым в свою очередь вы сможете поднимать у них репутацию. Добавлено огромнейшее количество нового оружия, доспехов, бижутерии и прочих безделушек. Также мод добавляет отдельную мини фракцию, пиратов, с которыми можно поговорить, у которых есть предводитель, будет множество интересных квестов, ну и куда же без сокровищ. Будут различные карты, на которых обозначены места, где находятся приличные сокровища. Но в этом видео я хочу поговорить вкратце о новых обновах 34-35 сборочки, которая не так давно вышла, что она из себя представляет. Во-первых, это самое важное, теперь мод, последствия и VGL больше не нужно ставить, они частично внедрены в сам мод Ливли Таун Модс. То есть сейчас вам всего лишь нужно поставить контент мод, квест пакет, Ливли Таун Модс. Всё, больше ничего не надо. Конкретно в 34-й сборке добавили возможность нашему главному герою снять барьер над столицей Миртана. Это в свою очередь вы сможете сделать по мере прохождения определенных квестов. Мне эта вещь очень сильно понравилась, ибо раньше вы убивали всех и вся орков, а барьер так и оставался стоять, хотя не было уже никакой угрозы. Так как после освобождения многих городов появлялось много различных квестов, некоторые из них были немножечко забагованные. Сейчас же в этих сборочках их пофиксили. И они стали работать ровно. Некоторые оружия в игре получила новые текстурки. Это куготь Белиара, несущие бурю. Теперь они стали более качественными. Ну и помимо тех доспехов, которые уже были, того оружия, которое уже было ранее, в новых сборках добавили намного больше ассортимент данных товаров. А также добавили много новых секретов. За что мы любим готику, это вот находить такие пасхалочки с приятными бонусами. Ну и что касается того же самого оружия, теперь баланс немного изменен. То есть, если оружие длиннее, оно будет наносить чуть меньше урона. Чем короче пушки, тем будут сильнее бить. Скорее всего, это было сделано из-за того, что многие клинки из-за своей длины считались неактуальными. Сейчас же длина компенсируется уроном. Ну и в городе Фаринг появился интересный орк-торговец, который будет продавать уникальные орочи оружия. Есть повод поиграть за силовика. Но здесь нужно быть, конечно, осторожным со своими желаниями, ибо может пригодиться во время прохождения пуканатушитель. Также были и визуальные правки, например, кровати. Раньше в обычном доме, даже богатом доме, можно было встретить кровать из сена. Это как минимум было нелогично. Сейчас этого нет. В нормальных домах нормальные кровати, во всяких пещерах и прочих местах можно встретить и кровати обычные из сена. Ну и как мы в самом начале говорили ролика, что мод последствия и VGL были частично внедрены уже в Ливли Таун мод. И многие моменты были там пофикшены, в лучшую сторону. Как раньше, последствия работали очень странно. Например, вы там освободили Нордмор от орков, после чего, играя за орков, вас даже не пускали к Кану, потому что вы нарушили закон, перебили орков. Сейчас же вы можете спокойно освобождать Нордмор, играя за орков, после чего будет возможность разрулить ситуацию в Фаринге. И скорее всего, даже не одним способом. Еще одна пасхалочка, когда вы будете играть за орков, есть патрули орков возле Редека. Можно поговорить с их предводителями и они, в свою очередь, помогут вам уничтожить повстанческое логово или же, например, напасть на логово бандита Ортеги. В моде последствия иногда были очень странные последствия, при которых могли погибать важные для вас персонажи. Например, вы уничтожили орков вокруг Венгарда и на Кабдун нападают опять-таки те же самые орки. Раньше они нападали даже при условии того, когда город был не освобожден, то есть орки нападали на орков. Сейчас же они нападут лишь в том случае, когда вы освободили Кабдун и они будут нападать не так хаотично, как раньше. Напали и одного сразу завалили, вы даже не смогли бы его спасти. Точки спауна немного изменили и теперь они будут более ровно атаковать. И точки спауна при таких нападениях изменили не только на Кабдуне, но и другие города, также теперь будут атакованы более ровно. Что касается логики, также Робару в Венгарде добавили свои покои, добавили больше ему людей, то есть для охраны самого Венгарда. Изменили последствия респауна орков, например, если вы поговорили с Робаром, после чего у Кобрина спаунилась целая толпа орков. Сейчас же, если вы убили всех полководцев орков, никакого спауна дополнительных орков не будет. Переработан также храм Иноса и добавили намного больше баррикад. Еще один интересный момент, например, вы устроили революцию, уничтожили всех орков, но после этого в городе оставались висеть всякие трупы, валяться орочные стяги, барабаны и так дальше. Даже при том, что люди там ходили. Это также поправили, в том плане, что когда вы освобождаете город, в нем эти предметы по сути убираются, ибо орков нет, значит этих предметов также быть не должно. Все это лишь маленькая часть того, что было сделано. Делается намного больше всего, если начинать это все перечислять, то это видео бы превратилось из короткого видосика в целый большой стрим. В общем, если играть с этой сборочкой модов, мир Готики 3 становится более живым, более логично проработанным, в мир добавляются новые пасхалочки, ачивочки, также добавляются новые монстры, которых вы раньше не могли нигде встретить. Появляются боссы, да, в Готике 3 теперь есть боссы. Обычно их можно встретить просто гуляя по миру, но некоторые боссы спаунятся по квесту, например, кристальный голем. Тот мир Готики 3, которым вы знали раньше, без данных модификаций, без данного мода, очень сильно отличается от того мира, который есть с этим модом. Исследуйте лучше, смотрите внимательно, ибо очень легко пропустить какого-то нового персонажа, который, в свою очередь, будет выдавать вам квесты и с хорошими наградами. Ну а за различные пасхалки я, в общем, молчу, их очень много, и всех их найти наверняка не получится за одно прохождение, за два и даже за десять. Знаю также, что у многих возникали вопросы на стриме о том, как установить данный мод, как установить сборку этих модов. Если вам это интересно, то обязательно напишите в комментариях, и данное видео я сделаю уже в ближайшее время. И от себя могу добавить, что теперь установка происходит в разы проще. Я не знаю почему, но без всяких последствий и так дальше, все ставится намного приятнее. На этой позитивной ноте я буду с вами прощаться. С вами был, друзья, Центурион. До новых видосиков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok